Всем привет, друзья! Добро пожаловать в новое видео! Всем привет, чуваки! Вот я что должен был сказать, но ладно, всем привет! У нас немножко поменялись условия жизни, условия пребывания в нашем большом виде квартиры, но радует, что мы можем выходить с собакой гулять. Причем, прям, это как пропуск, это офигенско, все собачники сейчас радуются. Ребят, короче, я тут вчера лазил в своих шкафчиках, искал провод длинный для того, чтобы подкаст записать на длинном проводе, а не на коротком, на котором я в итоге записал, и наткнулся на вот такой вот икеевский пакетик, в котором LED-лента. Я подумал, черт возьми, а почему бы не запилить самодельную LED-панель? Конечно, я не достигну суперяркости, точнее, не высосу из нее суперяркость, как из своей вон той большой панели. Кстати, у нее вот эти вот сзади батарейные блоки, они пустые, но, если что, вдруг понадобится, я могу снять ее со штатива, с этого большого сэнда, и закинуть туда батарейки пальчиковые, и она будет работать автономно. А сейчас попробуем вот из этого говнеца сделать что-нибудь, что будет освещать. Просто я вчера немножко вдохновился вот этим светом от монитора ноутбука, и подумал, что здесь вот, ну, должно быть тоже ярко достаточно. И можно добиться какого-то лампового классного, такого теплого. Ну, теплого в том плане, что ISO будет чуть-чуть задираться, то есть шумы какие-то будут, но в то же время будет приятная мягкая картинка. Давайте, короче, попробую что-нибудь замусить. Для начала нужно понять, какой длины вся вот эта вот задрота. Итак, сколько я смогу на листочек А4, например, наклеить. Но, опять же, нужна какая-то картонка. Блин, ну, кстати, очень длинная штука. Вообще, я эту ленту покупал исключительно для того, чтобы попытаться сделать DIY свет, и в итоге что-то у меня тогда пошло не так, и я сделал подсветку на кухню. То есть на нижнюю часть полок, которые висят над плитой, я наклеил эту фигню, и мы пользовались буквально два раза, наверное, и в итоге я ее отклеил. Там до сих пор след остался, и эта штука еще чуть-чуть липкая. Вообще, наверное, разумно сначала проверить, работает она или нет. Для этого я воспользуюсь вот этим набором батареек. И подсоединю две, вот такие две 9-ти вольтовые кроны к контактам. Посмотрим. Почему две? Ну, можно и одной, конечно, доказать работоспособность. Вот, работает. Но две, они дадут нам яркость, ту, которая в итоге будет. Делаю я вот так, подсоединяю вот так, раз, и получается замыкаю контакты. Раз, и два. Вау! Вау! Вы посмотрите! Чудо! Оно горит! На самом деле, можно взять какую-нибудь палку, наклеить на нее туда-сюда, туда-сюда, змейкой и зацепить где-нибудь вот тут вот под этой полкой. И тогда можно снимать себя отсюда. Ну, то есть, ставить вот тут камеру, например, и меня будет классно освещать. Ну, либо панель. Сейчас попробую сделать сначала панель. Надо найти материал, на который я буду все это дело наклеивать. Можно, кстати, взять любую книжку. Не зря мы финики кушаем, королевские. Вот такие вот, которые продаются в больших упаковках. По-моему, 5 килограмм фиников здесь было. И круто, что они были в полиэтилене. Ну, как бы, не круто, но для коробки это было хорошо, потому что коробка абсолютно сохранилась без всяких подтеков финиковских. Сейчас сюда все это дело буду заклеивать. Руки чесались что-то поделать. И плюс я увидел эту ленту и подумал, господи, она валяется и пропадает. А теперь она засела паутинкой в эту коробку. Я, конечно же, додумался и начал не с того конца крутить. Поэтому конец, где контакты, мне пришлось вот так вот поуродски вывести наружу. Вот. Ну, это классический пример того, как я обычно что-то делаю. Итак, сейчас подключим и посмотрим, насколько будет бить мне в глаза. Питание на готове. Лампу специально эту оставляю. Мне интересно, будет ли ярче лампы. Если будет ярче лампы, все, это победа. Как вам? Как вам, а? Пам. Привет, ребята. Прекрасный свет, по-моему, получился. Что-то, правда, гаснет свет. Батарейки, походу, дохлые. Смотрите. Он прямо на глазах, мне кажется, тускнеет. Тусклеет. Тускнеет. Тускнеет, наверное. Ну, все, меня теперь не остановить. Мне дико интересно, что будет, если подключить три кроны. Ууу. А ярко. Ладно, хорошей фигней страдать. У нас сегодня сериал Озарк. Озарк? Правильно я сказал? Или тайну Озарка? Нет. Просто Озарк. А какой это сезон? Третий? Третий сезон, первая серия. Третий сезон, первая серия. Озарк. Сейчас будем смотреть, но перед этим нужно потренироваться. Уже поздний вечер, и как-то не хочется тревожить соседей, и поэтому хочу устроить трансляцию, между прочим, инстаграм, одновременно с покатушками на велостанке. Прикол в том, что, скорее всего, эту херобору я обратно разберу и уберу. То есть, не знаю, насколько это на самом деле пойдет куда-то в дело. Если бортика убрать и здесь где-то заделать, где-то вот. Короче, нужно куда-то вообще прилепить ее сюда, и тогда будет вообще профит. После вчерашнего влога получил много отзывов по по поводу цепи моего велосипеда, который... Кстати, не моего, а личного. Свой я продал. Вот. Ну, это так, конечно. Образно. Короче, она действительно ржавая. Ну, наверное, местами ржавая. Я ее смазывал... Не помню, когда. Очень-очень давно, несколько лет назад, наверное, даже. И сейчас я не имею возможности купить какую-то смазку, почистить цепь, потому что это нужно делать на улице. У меня сегодня Антон написал инструкцию подробную, что и как сделать. Но смогу ли я в ближайшее время это сделать под вопросом? Надо посмотреть, если... Ну, во-первых, у меня нет нужды, на самом деле. И я не очень хочу этим заниматься. Вот скажу вам честно, без всяких дураков, чтобы не отмазываться. Вот. А когда уже все наладится, и когда будет действительно свободное время этим заниматься, то... И вообще возможность. То я обязательно наведу порядок с этим велосипедом. Но сейчас я поставил перед ним свой столик самодельный из икейского стула. И телефон на штативе с гарнитурой. Надеюсь, меня вообще будет слышно с этим шумом велосипеда. Так что завожу трансляцию и тренировку одновременно. У-у-у! 22 минуты, ребят. Спасибо всем, кто был на трансляции, кстати. Я вам, ребята, сейчас во влоге привет передаю всем. Всем привет. Вот вы сейчас здесь вот у меня сидите в телефоне. Всем вам привет. Пошел с горошкой погуляю. Нет, нет. Я тут немного до ума довел свою DIY LED панель. Смотрите, куча скотча. Просто эти LED лампочки, они не греются. Ну, да я и не планирую супер долго использовать. И смотрите, два контакта. Во-первых, я коробку разобрал, выгнул ее в обратную сторону. И два контакта. Каждый контакт я примотал к определенному контакту. То есть один к плюсу, другой контакт к минусу другой батарейки. И теперь я с легкостью соединяю эти батарейки. Они друг в друга вставляются. Лампочка светит. Когда надо разъединить, я размыкаю. И все. И никакие тумблеры не нужны. Вот прямо сейчас использую эту DIY LED панель. Я буду сидеть и монтировать вчерашний подкаст. Он на целый час. И там есть моменты, где у нас обрывалась телефонная связь. Ну, точнее, просто связь. Мы по фейстайму созванивались. И в эти моменты, ну, были тупники. Их нужно найти, вырезать и все это скорее выпустить. В апреле. Или что это? Подожди. В марте. Какого черта? Я путаюсь в числах и месяцах уже. Надеюсь, что все-таки под этим видосом, под этим влогом появится ссылка на подкаст. Я в прошлый влог тоже ее добавлю в описании, потому что я сейчас уже его заканчиваю и буду скидывать. И мы будем смотреть Озарк. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Можете писать свои предложения, чтобы вы хотели увидеть. Ну, вдруг, вдруг мое воображение однажды иссякнет. Я смогу подчеркнуть что-то из вашего воображения. И подписывайтесь на Инстаграм, потому что завтра, если все пойдет по плану, если все получится, то завтра мы с Илюхой, с Ильей Осиповым с канала Зверье проведем совместную трансляцию в Инстаграме вечером. Не помню во сколько, будет время где-то здесь. Вот. Подписывайтесь на Илюху, подписывайтесь на меня, чтобы, в общем, быть в курсе. Все. Увидимся с вами завтра. Покеда!